Самую спортивную, увлеченную и креативную семью выбирали на очном региональном этапе конкурса всей семьей. В первой гимназии выявлять таланты решили в формате веселых стартов. Каждое учебное заведение самостоятельно выбирали, как будет проходить испытания. Задача взрослых и детей – сплотиться, объединиться и стать настоящей командой, где результат зависит от каждого. Сегодня они показывали себя, во-первых, атрибутика, класс, флаг. Они торжественно заходили в спортивный зал. Мы пели вместе гимн, когда и родители, и педагоги, и дети все вместе это делают. Это очень патриотично, это очень значимо для любой семьи, я считаю. Ну а, конечно, как родители молодые, которые еще весело и здорово проводят время с своими детьми, для них это прекрасно, что они соревновались в эстафетах, в ведении мяча, передаче палочки, игра с лыжами, даже палками, поэтому спорт – это вообще здоровый образ жизни, это всегда очень важно. Кроме очного этапа, участники выполняют задания с платформы, лепят пельмени, вместе убираются, ходят в театр и многое другое. Совместное времяпрепровождение – самое ценное, что можно получить от участия, а также гора эмоций, воспоминаний и фотографий – последнее обязательное условие для участия в конкурсе. Ну, катание на плюшках, конечно, вот, это интересно, но и так, они все интересные, все, вот. То есть мы, вот, играли на спектакль, ходили тоже, вот, дочери, ну, и книги вместе читали. То есть все этапы, они все очень интересные. Мне, наверное, тоже на плюшках, потому что мы, когда отсняли вот эти видео и фотки, потом мы веселились и, когда катались с горки, даже, бывает, иногда подлетали прямо на плюшки. Каждый месяц организаторы проводят промежуточные розыгрыши подарков для всех участников проекта. В конце марта состоится финальное награждение самых активных участников. Их ждут ценные подарки, например, 100 семейных туров по России от проекта «Больше, чем путешествия». 1 июня, в День защиты детей, мы подведем региональный этап, где определим три самых активных семьи на уровне региона. Мы также надеемся, что в этом конкурсе примут участие абсолютно все муниципалитеты 24. Соответственно, во Дворце творческих детей и молодежи пройдет такой большой фестиваль. Он у нас традиционный хобби-парк, но в этом году он будет проходить под проектом, именно под флагом «Всей семьей». Присоединиться к проекту можно на любом этапе. Для этого надо зарегистрироваться на официальном сайте проекта – всесемьей.ру. Светлана Карпухина, Сергей Кудаков, Улправда ТВ.